Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Очень большой и информативный ролик сегодня будет, потому что информации навалилось много. Что произошло на стриме разработчиков, какие есть новые новости, всё сегодня я расскажу. Всем привет, дорогие друзья, с вами Личи, и сегодня я буду вашим проводником в мире симулятор автомобиля 2. Присаживайтесь-ка по-удобненькому, ставьте лайк, и перед тем, как мы начнём, я покажу ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Хасл Онлайн. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Хасл Онлайн с телефона», потом нажать на кнопку «Играть бесплатно». И дальше нужно выбрать. Если у тебя iPhone, тогда App Store, а если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. Зарегистрироваться на самом деле всё очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер. Потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Всё, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать «Мой личи Топчанский». Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «Топ», который даст вам приятный бонус и лёгкий старт игры. Заходи на «Хасл» и играй вместе со мной. В общем, дорогие друзья, прошёл стрим разработчиков. Первый стрим в этом году. И первая машина, которую показали разработчики, и первая презентабельная машина, которая появится в игре, оказалась вот таким силуэтом. И тут, честно говоря, несложно догадаться, что именно за автомобиль презентовали разработчики на своей официальной трансляции 2К2024 в февраль, 8 февраля. И это действительно, как вы могли понять, новенький «Фольксваген». Тут сразу даже не надо ничего думать, не читано, не гадано. Сразу же можно понять, что это тот же самый автомобиль. Посмотрите сейчас на силуэт и посмотрите на микроавтобус. На силуэт, на микроавтобус, на силуэт. И всё, ребята, понятно. Это именно та тачка и именно то же самое, что и тут. Короче, ребята, нам нужно ждать первый микроавтобус в игре. Вот такой вот старенький «Фольксваген». Что это будет? Как это будет выглядеть? Это будет действительно круто. Потому что такого в году и вообще в игре не было. Заметьте, никогда разработчики не добавляли ни автобусы, ни микроавтобусы. Ничего подобного никогда в игре не было. Но сейчас разрабы просто меняют игру кардинально, добавляя в неё новые, исключительно интересные моменты. Вот лишь чисто за это, я считаю, нужно уже поставить лайк этому видосу, потому что уже смотрится круто. И чувствуется, что февраль-то должен быть крутым месяцем для игры. Тем более, вот так жёстко разработчики решили ворваться, удивить просто всю аудиторию, всех просто игроков. И поотвечали на несколько других вопросов. Давайте рассмотрим, что было там. Разработчики, будут ли ещё Альфа Ромео в игре? Игра «Карс Симулятор 2». На что разработчики, коротко и ясно, нечитанно, негаданно сказали «да». То есть, действительно, в игре появится именно вот эта машина компании или торговой марки, производящей автомобили, именно Альфа Ромео, и они будут ещё. Это круто, действительно крутая информация. Тачки у них прикольные, в игре они впишутся. Это злайк, любителям Альфа Ромео зайдёт. Также, что ещё было известно? А будут ли ещё спойлеры на автомобиле? Игра «Карс Симулятор 2». На что разработчики, нечитанно, негаданно, ответили чётко и ясно «да». То есть, действительно, в игре появятся спойлеры. Ещё новые новинки, интересные, прикольные. Ух, это вот прям звучит круто. Для тех, кто любит тюнинг делать в игре и создавать новые уникальные образы для гоночных машин в режиме, вот прямо как скоростных гонок. Это действительно будет топово. Особенно для тех, кто любит подристить, посуетиться, типа ночные гонки и драйв. Вау. Просто разработчикам лайк за то, что они стараются сделать всё для новых игроков, кто любит именно драйв и тюнинг. Это прям круто. Также, ещё немножко информации. Будет ли управление джойстиком в игре «Карс Симулятор 2»? На что разработчики ответили «нет». То есть, в принципе, нечитанно, негаданно, разработчики объяснили тем, что у нас в игре не появится режима работы и вообще управления джойстиком. Да, это можно, конечно, настроить через программы, там танцы с бубном, подключать переходники, взламывать игру, настраивать её под джойстики. Но официально этого не будет. То есть, разработчики не будут адаптировать геймпады и различные комбинации от Xbox, от PlayStation, ну или просто обычные джойстики со зона. Такого не будет. Игра этого не будет поддерживать. Чисто управляешь телефоном. Вот нажимаешь на кнопочки и всё. Без джойстика и без чего-либо. Ну, окей. В принципе, это естественно. Это понятно. Разработчики не хотят. Ну, их, в принципе, понять можно. Также, что ещё интересного разработчики сказали. Здравствуйте. Будут ли в игре автомобили Маруся B2? Если неправильно написал, без обид. На что разработчики сказали, возможно. То есть, да, дорогие друзья. Теперь у нас есть некоторая информация о том, что в игре может появиться действительно русский спорткар Маруся B2. Чтобы больше было интереса, просто посмотрите, что это в интернете. Если этот ролик соберёт много лайков, я расскажу отдельно про эту тачку ролик. Прям найду игру с этой Маруси B2. Мы поиграем в неё и уже решим с вами, нужна ли она в симулятор автомобиля 2. Если это нечитано, негаданно вам понравится, то обязательно поставьте лайк. Потому что это действительно очень важно и нужно для продвижения такого ролика. Ну, а также ещё одна информация о том, что Тойоты будут появляться в игре. Новые, совершенно интересные и крутые. Как по мне, февраль уже обещает быть крутым и классным месяцем. Потому что уже столько всего разработчики презентовали. Но я, честно говоря, действительно в шоке. Прям вот молодцы. Очень, очень и очень прям многообещающе звучит. Столько машин, столько модификаций, цвет фар, различные переключения, изменения в онлайне, меню. Ну, прям очень и очень масштабно, красиво. И вот прям максимально, я бы сказал, даже вкусно. Потому что вот, блин, столько всего они решили нам добавить. Столько всем начали поделиться. И самое главное, что теперь мы точно знаем, что у нас в игре появится вот такой вот Volkswagen автобус. Т-1 старинный, уже очень старый автобус. Но в то же время является легендой, классикой. И для коллекционеров эта тачка самая то. Поэтому я считаю, что нужно действительно отдать разработчикам должное. Зайти на трансляцию, поставить лайк. Ну и, конечно же, ждать другие. Потому что они стараются нас радовать вот такими вот крутыми информационными трансляциями. На которых они с нами делятся различными такими публикациями. И различными вариациями того, что у нас может появиться в игре. Поэтому будем действительно ждать и кайфовать от того, что уже сейчас есть. Поэтому, ребята, я буду всегда вас держать в курсе того, что происходит в игре. Конкретно сейчас, но вы, в принципе, уже поняли. Поэтому осталось чисто дождаться какой-то более подробной информации о выпуске обновы. О выходе бета-теста. И мы будем уже тестировать и проходить обновление. Узнавать, что в нем нового, интересного, нечитанного, негаданного и абсолютно классного. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вы поставили лайк, то вы красавчики. Если нет, то обязательно поставьте. Ну и подпишитесь на канал, потому что тут будет круто. И не забывайте смотреть другие ролики. Прямо сейчас перейди на канал и посмотри ролик по МТА провинции, по какой-нибудь еще игры. И я уверен, что ты обязательно кайфанешь. А кайфанешь ты жестко. И тебе это понравится. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч.